Да, я зарабатывал 10 часов, смотря рекламу в своей игре. Чё, дурак? Хо-хо-хо, ну конечно. Всем здарова, с вами Айскрим. Сколько можно заработать, если в твоей игре постоянно проигрывается реклама и люди её смотрят? Мне стало интересно, поэтому я решил провести свой эксперимент. Для этого я создал игру в популярном движке Юньки. Почему именно он? А, потому что других, в принципе, я не знаю. Но не только поэтому. В данном движке есть удобный сервис Юньки Эдс. Он делает так, чтобы твоё приложение возненавидели. Проще говоря, включает эту всеми ненавистную рекламу. Это и баннеры, и объявления с возможностью пропуска, и без возможности пропуска, и так далее. Короче, её вид и количество потерянных нервов у пользователей зависит только от твоего выбора. Кстати, сейчас вы можете наблюдать, как меня хейтит из-за постоянной рекламы в приложении. Но всё ради эксперимента и контента. Давайте расскажу, как, собственно, и делаются деньги. Телек-пенч, телек-пенч, телек-пенч. Юньки Эдс платит за два фактора. Ну, если так можно выразиться. Первый, непосредственно сам показ рекламы. Чем её больше, тем больше доход. И второе, это оплата за скачивание других игр из этой рекламы. Ну, допустим, ты видишь в рекламе ТикТок и скачиваешь его, а мне за это отваливают немного капусты. В этом эксперименте я решил проверить именно первый способ. Простой показ рекламы. Конечно, это очень муторно и очень долго, так как низкосортные объявления оплачиваются довольно плохо. Но для второго способа нужна более тщательная подготовка, так как с вероятностью 99% твой плачёжный аккаунт могут заблокировать за мошеннические действия. Давайте-ка создадим наш проект. Назову его The Nice Game. The Very Nice Game. Вот его шикарнейший интерфейс. По сути, можно сделать так, что реклама будет появляться здесь и здесь, и вон там, и тут тоже. Короче, везде и постоянно. Но для того, чтобы получать деньги, нам нужно садить эту игру в плеймаркет. И мне кажется, что модераторы пошлют меня куда подальше с такими идеями. Поэтому нам нужен простой геймплей и какая-нибудь простая механика. Я решил сделать персонажа и окружающий мир в фотошопе. И пока я занимаюсь рисованием нашего героя, попутно расскажу, как вообще будет работать игра, как будет происходить показ рекламы и как её буду смотреть 10 часов. Всё предельно просто. На основном экране у нас будет двигаться персонаж, который отвлекает внимание. Сверху находится кнопка. Если на неё нажать, то реклама будет воспроизводиться бесконечно через каждую секунду. Но это в идеале, конечно же. Мне остаётся только тыкать на крестик, когда она заканчивается. Представляю вам нашего готового персонажа. Бип, вот так его зовут. И сам геймплей тоже уже готов. Если тыкнуть на персонажа, он подпрыгнет. А если нажать на кнопку Watch, то включается бесконечный цикл с показом рекламы. Перейдём к самой интересной и захватывающей части видеоролика. Написание крутых скриптов. Ладно-ладно. Это займёт всего лишь пару секунд. Просто веду в курс дела. Вот так выглядит скрипт, который отвечает за получение денюжек. Я буду использовать рекламу без возможности пропуска, так как она самая прибыльная. И баннер, потому что он просто болтается на экране. А скрипт для механики самой игры ещё меньше. Тыкаем на персонажа, а он подлетает. Короче говоря, крутой отвлекающий манёвр. Выходим на финишную прямую, а именно в Google Play. Сейчас мы опубликуем данное приложение и будем надеяться, что его примут. Для вас, естественно, пару секунд, а для меня какой-то промежуток времени. Фух, игру приняли и это круто. Конечно, прошло 4 дня, но да ладно. Всё-таки, один небезызвестный вирус мешает стабильной работе у них в офисе. Мне остаётся скачать эту игру и начать зарабатывать. Ну всё, мой марафон в 10 часов просмотра объявляется открытым. Так, прошёл один час и я понял, что каждые 8 реклам нужно перезагружать приложение, а то она заканчивается. А ещё я понял, что баннер не показывается. Возможно, я что-то неправильно настроил. Кстати, ещё у нас снизу есть счётчик, который показывает количество просмотренной рекламы. Но он перестал корректно работать, поэтому по нему не ориентируемся. Прошла ровно половина, 5 часов эксперимента. Что я могу сказать? Нежданно-негадно появилась реклама Яндекс.Еды. Первый адекватный бренд, который я здесь увидел. Итак, прошла половина нашего эксперимента. Прошло более 5 часов. Если быть точнее 5 часов и 3 минуты. И что я могу сказать? У меня болит палец, весь в крови, короче, почти. Вот. И я покадрово выучил каждую рекламу казино, которая там есть. Ну что ж, продолжаем дальше. Всё, прошло 10 часов, поэтому я отправляюсь спать. А на утро посмотрим, что же у нас по финансам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ААААААААА! Итак, прошло 3 дня, но в Unity Dashboard тишина. Поэтому я решил проверить, правильно ли я всё указал в настройках. Иииииииии... Я понял, что я максимальный долбан. Так как неправильно указал идентификатор приложения. Тупо потратил 10 часов в пустую. Короче, ставьте лайк за то, что я идиот, и всем пока, ролик закончился. Не, ну чё вы подумали, раз решился снять ролик, надо идти до конца. Первым делом я всё исправил и всё проверил. Проверял я, кстати, опытным путём. Я посмотрел одну рекламу, скачал из неё приложение, казино, естественно, и получил за это почти полбакса. В личном кабинете данная информация отобразилась, следовательно, всё просто супер. Начинаем марафон просмотра рекламы 10 часов снова. Итак, попытка номер 2. Ё-моё. Итак, попытка номер 2, сегодня у нас 30 число, 19 часов. Ну всё, 3, 2, 1, погнали. Итак, я уже немного отсмотрел и понял, что теперь реклама довольно долго грузится. То есть показ идёт 30 секунд, и загрузка следующего обновления ещё 30 секунд. Честно, вообще без понятия, с чем это связано. Чтобы сильно не затягивать, мы переместимся уже в конец эксперимента. К сожалению, 10 часов подряд я смотреть рекламу не мог из-за разных дел. Поэтому пришлось разбить это время на 3 промежутка, но в совокупности получается 10 часов. Переходим в наш аккаунт Unity Dashboard, где мы и посмотрим, сколько объявлений я просмотрел и сколько я смог заработать. Как видно по графику, всего я просмотрел 657 объявлений. По сути, ровно 10 часов. Так как одна реклама и одна её загрузка составляют плюс-минус минуту. А в 10 часах ровно 600 минут. Но такие действия, к сожалению, не сделали меня миллионером. Что уж говорить, я не заработал ничего. Вот так вот. Ни-ху. Ну а мораль у этой сказки в том... Лучше делать хорошие годные вещи, которые в дальнейшем окупятся, чем искусно накручивать себе статистику и деньги, тратя на это своё время. Но это был такой небольшой эксперимент. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, если понравился ролик. И подписывайтесь на канал. Всем до встречи. Этот ваш айскрин такой невнимательный. Вот всё же есть целых 0,7 тысячных долларов в совокупности. Как говорится, всё начинается с малого. Жалко, конечно, что на шаурму не заработал за 10 часов, но ничего зато пресс будет.